Добрый день, я очень рад вас приветствовать здесь, я прибыл в Москву вчера для очень краткого визита, слишком краткого, обещаю, что в следующий раз я приеду и останусь подольше. Но в следующий раз нужно будет переехать хотя бы на два дня. Я бы хотелось поблагодарить госпожа посла за помощь. Потому что действительно здесь пришлось очень много всего сделать, мне бы хотелось от всей души поприветствовать, поблагодарить за поддержку оказанную нам. А также я благодарю господина председателя франко-российской палаты. Вино это моя страсть, это моя жизнь. Я могу вам об этом рассказывать бесконечно долго. Но сегодня ограничусь тем, что расскажу о винах из урожая 2015 года. Вы бы хотелось, чтобы сегодня у нас была возможность обвиняться с вами с впечатлениями, чтобы у нас была возможность контактов. Потому что со мной вместе приехали виноделы, которые являются членами союза Гран-Крюс. Со мной приехали и другие виноделы из нашего региона. Мне бы хотелось, чтобы вы могли с вами пообщаться на эту тему сегодня. Бордоу находится на совершенно магической географической линии, это 45-я параллель. И в 45-я параллель, он не слишком вон не слишком вон, не слишком вон. Он только вон на северном и юг. В 45-я параллель, это золотая середина. Это середина между севером и югом. То есть это регион, который находится не слишком далеко, вернее, равно далеко от севера и юга. И именно вот это географическое положение, своеобразный раздел между севером и югом одновременно сопровождается и тем, что фактически нам знакомы такие колебания температур, такие амплитуды температур. И такая разница климатическая, которая варьирует каждый год, что понятие милизима, понятие года, урожая, играет для бордовских вин, может быть, большую роль, чем для вин, которые производятся либо в более северных регионах, либо в более южных регионах. И этот милизим 2015, это большой милизим. И вы, безусловно, думаете, что Бордо не производит только большие милизимы, но нет. 2015 год был для нас действительно выдающимся годом. Может быть, вы думаете, что у нас каждый милизим такой же выдающийся? Нет. Потому что 2015 приходит после 4 милизима, 2011, 2012, 2013, которые 3 милизима, немного сложные, и 2014, который был очень красивый милизим. 2015 год, это выдающийся милизим. Если мы сравним его с предыдущими четырьмя, 2011, 2012, 2013 годы были достаточно сложными. 2014 год был хороший год. 2014 год был очень хорошим милизимом. 2015, Excellence. 2014 год нам дает возможность говорить об очень хорошем милизиме. 2015 год, превосходный год. 2015 excellent par son côté chaleur, c'est un été ensoleillé, donc un été généreux et un vin plutôt du sud. En 2015, nous avons fait un très grand millésime, mais plutôt du nord, un petit peu plus frais, un petit peu plus sur la tension, mais un très grand millésime aussi. 2015-2016, deux grands millésimes, 2015 un peu plus chaud, 2016 un peu plus frais. Et puis 2017, qui est un millésime un peu entre deux, nous avons besoin de millésimes entre deux pour les boire, parce que les grands millésimes, il faut les attendre. Et les millésimes entre deux, on peut les boire un petit peu plus tôt. Et 2017, ça sera un millésime que l'on consommera après cinq ans, qui sera un très joli, un très joli fin à boire. 2017-y aussi, c'est un millésime que j'étais un millésime. Mais c'est un millésime que l'on consommera aussi. La course est un millésime par un millésime, mais qui est un millésime réveillant. Et il faut dire, qu'il faut dire que ces millésimes sont aussi vallées. Il faut dire que ces millésimes sont aussi besoin. Il y a un millésime pour des millésimes bienvenues, puisque les millésimes ils de l'inburée, on a besoin d'accès à l'accès de 25 ans. Il faut arrêter de loin des millésimes. И я закончу небольшим упоминанием о милизиме текущем 2018 года. Это превосходный милизим, мы только что закончили сбор урожая. У нас было очень хорошее лето, теплое, достаточно сухое, и чтобы получить очень хорошее урожай, не нужно никаких переборов. И вот это лето было, с этой точки зрения, превосходным, оно было очень длинным, оно продолжилось весь сентябрь и октябрь, и, повторю, было еще раз, было достаточно тепло и достаточно сухое. Я приглашаю вас в следующем году, в марте-марс-авриле, чтобы приехать в Бордоу, чтобы приобрести это милизиме. Мы также будем в ВИН-Експо в месяц, поэтому много хороших причин, чтобы приехать в Бордоу, чтобы увидеть эту милизиме, которая была в полной милизиме, в полном ренове, и, в таком случае, увидеть это милизиме 2018 в милизиме. Вино этого милизима можно будет попробовать уже в марте-апреле. Я приглашаю вас всех приехать в Бордоу, попробовать вино. Кроме того, в мае у нас будет выставка ВИН-Експо, и это прекрасный повод для того, чтобы, с одной стороны, приехать в меняющийся прекрасный город Бордоу, с другой стороны, для того, чтобы познакомиться с вином урожае 2018. У нас милизиме 2015 года представлены минами из 63 км. Это три больших группы в Медоке, Граве и Сотерне, и два региона на правом берегу, это Сент-Имиллион и Пумроле. Потому что речь о виноградниках, которые произрастают на левом и правом берегу, Гароне. Мелизим 2015 года был очень щедрым, очень теплым. И если раньше, например, 30 лет назад, Мелизим, которому через три года нельзя было такое вино еще пить, то сейчас уже можно начинать такое вино открывать, виноград для которого был собран в 2015 году. И в заключении своего небольшого выступления, я хотела бы сказать, что Бордо не спит, не отдыхает. Бордо идет вперед и могу вас заверить в том, что виноградниках никогда раньше не были столь превосходны по качеству. Бордо авансирует в технике, Бордо revient на традиции, в том, что в его вигне, и мы работаем еще более традиционно в нашем вигне. Бордо не стоит на месте в смысле технологии производства винограда. Бордо не стоит на месте, потому что мы продолжаем развивать традиции выращивания винограда. И Бордо не стоит на месте с точки зрения охраны окружающей среды, потому что мы используем разнообразные биологические составляющие. Бордо не стоит на месте, потому что у нас есть огромный потенциал. Мы работаем в этой области и наша первая задача, естественно, работать над качеством винограда и одновременно находиться в гармонии с природой. А теперь прошу вас задавать вопросы. Я буду рад на них ответить.